Сейчас в моей жизни настал такой момент, когда я угодилась в работу, и мне стало очень интересно работать. Хорошо, хорошо. И я поняла, что это мое призвание. То есть я там счастлива, наполняюсь. И дома тоже у меня есть мусор, и детей. И, кстати, я думаю, что... И я понимаю, что муж стал недоволен тем, что я много времени провожу на работе. Рядом с вами муж сидит? Да. Ну пусть он скажет, что вы за него говорите. Ну, можно я с вами спросить? Ну садись, садись, 17. Я чувствую, что на работе мы можем сейчас как бы расти, развиваться. И я знаю, что я хорошее дело делаю. Знаете, есть один очень важный момент в отношении к женщинам. Один важный момент. Невозможно женщину заставить делать то, чего она не хочет. И укротить в ней желание того, чего она хочет. Невозможно. Потому что женщина веда, говорится, как река. Если есть желание перекрывать, это плотина. То есть она будет подниматься, вода, и потом опять плыть. Она может выйти из берегов и вообще уйти в другое течение. То есть уйти из семьи. Поэтому вот я лично со своей женой так делаю. Если я вижу, что она уже ее куда-то несет в сторону. Главное не перекрывать женщин в течение реки. Вот течение реки – это ее увлечение, это ее жизненные ценности важные. Если ее там потащило к другому мужику, тогда надо перекрывать это в сторону. А течение основное надо оставить, иначе она с ума сойдет просто. И она сейчас мне вопрос какой задает. Вот она говорит, Олег Геннадьевич, меня муж не понимает. И докажите ему, что я должна быть счастлива. Не можешь? Нет? Нет. Я просто думаю, что если вы мне скажете сейчас. Ты знаешь, что ты ушла на работу, вернись в семью. И, короче, ты вообще не тем путем не будешь. Вы для меня очень авторитетный человек. А, вот такая вы очень разумная женщина. Готовы сами себе перекрыть плотину, да? Ну, я не думаю, что я разумная женщина. Но для меня вы авторитет. Вот если вы не думаете, что вы разумная, значит, вы разумны. Что все женщины, которые думают, что они разумные, они все глупые. Продолжайте жить, как вы живете. У вас сейчас хороший период идет для развития. Вы очень включены в это, вы испытываете счастье, берете силы тут. Это хороший период жизни. Вам надо его пройти. Ну, я переживаю за свою семью. Отлично. Тогда, значит, распределяете нагрузку. Ведь если вы переживаете, это тоже, значит, очень хорошо. Да, все, вот поэтому распределяйте время туда и сюда. Если сейчас представить, что мы вам перекрываем краник, и вы как бы перестаете заниматься вот этим творчеством, то вы войдете в глубокую депрессию. Женщина не может, вы говорите, вы как скажете, так я сделаю. Но вы не можете сделать так, как кто-то скажет. Вы можете сделать только так, как вы можете, понимаете. Потому что женская природа, она очень слабо контролирует свои возможности. То есть она не может. Вот, допустим, мужчине сказали, там, будешь спать на нарах. Он, есть. И через неделю он уже привык там спать, как будто это его дом. Женщина никогда не привыкнет. Это невозможно. У нее природа другая. То есть она не может делать то, что ей не нравится. И в этом вся вообще проблема в вообще семейной жизни часто бывает. Потому что, вот, допустим, женщина начала жить в каком-то доме. Да? Муж купил дом, а ей там не нравится. И она будет с ума сводить его, сходить, пока он не поменяет дом. Представляете, это какая проблема вообще? И вот он говорит, ну, это легче же тебе просто перестроиться, ну, как бы сделать так, чтобы тебе легче, тут нравилось, не легче. Иногда она забывает, и все нормально, а иногда не может. И ничего с этим не сделаешь. Хоть с ума сходи, хоть на уши ставь всю семью. У женщины психика очень тугая в плане ее желаний. Тугая очень. Поэтому мужчины уступают дорогу женщине, когда на машину ведет. Это опасно не уступать. И тугая психика в плане желаний. Она может врезаться. Вот. Вопреки себе даже. Вот. Ну, то есть, психикой не управляем, поэтому женщина и выходит замуж, чтобы кто-то ей помог. Как-то справиться с собой. Вот так вот. Я хотела сказать вам очень искренне спасибо. Вы не волнует. Вы знаете, хорошего. Для меня, для меня. Баланс. Во всем баланс. Туда и сюда. Беря-дя-дь. У нас, я вопрос к организаторам. У нас люди еще сколько примерно будут собираться? Минут через пять можно начать лекцию, да? Хорошо. Ваш вопрос, девушка. Да? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хочу поблагодарить вас за весь ваш труд. Я уже порядка трех лет слушаю ваши лекции. Они меня очень помогают. Хотела спросить по поводу себя в отношениях. Я очень, ну, ощущаю, что я очень импульсивная, например, из... Поднимите руку женщины, которые не импульсивные по своей природе. Есть, ну, честно, кто не импульсивный вообще? Честно, вот, может быть, есть хотя бы одна. Вот одна не импульсивная. Она просто сильно обидчивая. Не считает, что это импульсивная. Вот. А так не импульсивная. Просто я очень часто сталкиваю, что мое окружение говорит, что вся проблема, почему в отношениях у меня ничего не складывается, потому что проблема в моем характере. Что я на что-то адеквативно реагирую, очень импульсивная. И, можно сказать, как... Поднимите руку женщин, у которых проблема не в характере. Ну, только одна вот, у одной только проблема не в характере. У остальных у всех в характере. И в связи с этим вопрос, я должна, как сказать, работать над своим характером в отношениях... Вы должны принять свой характер, принять. Вы попали в женское тело. Женская природа, она как волны в океане. Она очень изменчивая, она движется все время. И заставляет беспокойство сама женщина, она думает, что такое. У нее настроение то такое было, то такое. Я это хочу, теперь я это уже не хочу. Что мне делать вообще с своими желаниями, своим характером? Такой уж у нас характер особенный такой. Я просто даже, может быть... Примите себя, примите. Я даже, может быть, его пугаю, можно сказать, своим характером. Да, все женщины пугают своим характером мужчину. И потом раскаиваются в этом искренне. Они сами не ожидали от себя такого поведения. Обычно так бывает. Это обычное дело, да. И вот самое сложное, как раз-таки его принять. Потому что со стороны людей, наоборот, говорят, что... Как ты вообще с таким характером жить? Как ты можешь так реагировать на что-то? Ты должна все изменить себя, изменить свое поведение? Я человек? Я человек. Я человек? Да. И я говорю вам, что не надо трогать свой характер. Если женщина трогает свой характер, начинается буря. То есть становится еще хуже. То есть надо принять свой характер, он сразу успокаивается. Если вы принимаете свой характер, то он успокаивается сразу. Принять означает, вот у вас такие чувства сильные, принять, сразу легче становится. Импульсивность принять, она успокаивается. Если вы начинаете с ней как бы вступать в конфликт, все, это будет жесть просто. Вы с ума сойдете. У вас такое начнется там внутри. Понимаете, едва ли много людей можно встретить, которые реально понимают, как устроена психика человека. Мужчины, женщины. Очень мало людей. В основном все не понимают. И когда мы слушаем советы каких-то людей, ты что-то должна своим характером делать. Это на самом деле не говорят, потому что они сами не терпят ваш характер, и поэтому они об этом вам так говорят. Но наша обязанность учиться, терпеть характер человека вообще в целом. И трудность каждого мужчины в семейной жизни – это выдержать характер жены. Ну и так же, как у женщин, трудность выдержать характер мужа. Потому что у всех людей есть трудности с характером. Спасибо большое. То есть, вот представьте, допустим, у меня есть определенный характер. У меня часто делают замечания на лекции. Олег Геннадьевич, вы не даете договорить человеку, перебиваете его. И так далее. То есть у меня есть много проблем с характером. Но если я сейчас начну его переделать, то лекция будет сухой. Она будет невкусной. Понимаете? Это все равно, что вот есть, допустим, острый перец, да? Если его сделать сладким, то он уже не нужен. Ну, то есть, во всем нужна изюминка, да? То есть, какая-то необычность. И колоритная фигура, сильная фигура – это когда человек свою необычность принимает сам. И правильно ее направляет в отношениях с людьми. Не то, что типа у меня такой характер, пошли вы все подальше. Первая стадия – принять свой характер. А вторая стадия – направить его в правильное русло в отношениях с людьми. У женщин в целом сильная психическая активность. То есть, они эмоционально сильные, в желаниях своих сильные, в потребностях сильные. Понимаете? Сильная такая психика во всех вещах. И надо это все принять в себе. И тогда вы становитесь красивыми уже. И привлекаете такого человека, который именно такую жену хотел, с сильными желаниями. Ему это нравится. Понимаете? Мужчинам нравится, когда у женщин что-то сильное. Именно в плане ее характера. А если вы будете все подавлять себе, вы найдете такого же человека, который тоже все все подавляет. И будьте несчастными ходить, оба такие задавленные, такие замученные. Я что-то с характером не могу жить. Спасибо большое. Ну, вы поняли, о чем я говорю? Это сложная тема. Я уже долгое время пытаюсь всячески принять свой характер. Ну, вот и все. Это правильный путь. Я работаю над собой в этом плане. Принять означает, что все хорошо, все нормально. Это вообще первая стадия победы над судьбой во всем. Что принять все, что ты видишь вокруг. А потом дальше и приходит победа уже. Принятие сначала. Спасибо большое. Я буду стараться дальше. Ну да, конечно, надо. Ну ладно, давайте тогда начнем общение. Это первый раз в жизни я читаю лекцию, которая совпадает с названием моей книги. Делаю это больше даже по просьбе моих помощников, организаторов. И это может быть символично, то, что есть книга, вот, и такое же название у семинара. То есть мы говорим о любви и о том, как жить с любовью вместе в сердце. Такая же книжка лежит здесь, на столе, можно ее купить. Она, в общем-то, сделана на основании моих лекций, составлена эта книга. И поэтому все, что я говорю на лекциях, вы сможете более систематически и углубленно понять в книге. Ну, то есть соединить, так сказать, материал с бумагой. Когда человек читает лекцию, то знание, оно ложится в сердце. И оно глубоко очень воспринимается. А для того, чтобы его пробудить в сердце, активизировать, для этого нужна книга. То есть человек читает, он вспоминает то, что он во время лекции изучал, проходил, но уже более систематически вспоминает. Поэтому книга без лекции не дает результата. И лекция без книги тоже дает не такой большой результат. То есть нужно систематический материал смотреть, вспоминать его с помощью книги. Потому что лекцию же надо слушать три часа, а книгу можно посмотреть пять секунд в какое-то место. И просто напомнить себе. Поэтому такие книги, они не должны быть просто книгой для чтения. Это книги, в которых ты подчеркиваешь что-то в жизни. И поэтому в результате вот таким образом надо уже сесть, потому что все что-то на вас смотрят. Да, да, нормально, это ничего страшного. То есть в этом смысл, что вот такие книги, которые вам предоставили здесь «Жизнь в любви», то есть они предназначены для того, чтобы запоминать что-то и напоминать себе. То есть они не для такого систематического чтения, а больше для медитации на какие-то темы. И есть соответствующие лекции у меня тоже. Эта тема самая сложная для понимания, что такое любовь. Потому что любовь — это основа жизни человека, это самая главная суть, ради чего человек живёт, самая глубокая часть его существования. И поэтому любые размышления на эту тему, они болезненные в своей природе. И если я, допустим, сейчас буду ставить целью поменять ваше представление о любви, а мне придётся ставить себе такую цель, потому что иначе будут сильные страдания и тяжело будет жить, если я не буду ставить такую цель, поменять представление о любви. Потому что представления о любви являются основой счастливой или несчастной жизни человека. Первое, что нужно очень чётко и глубоко понять, что любовь не принадлежит человеку. Это ошибка. Вот, допустим, парень влюбляется в девушку, и он думает, что эта энергия любви принадлежит девушке, которой он влюбился. Но если бы было так, девушка могла бы её регулировать. Она могла бы отдавать любовь больше, отдавать меньше, крутить краником регулятор. Или любить больше, любить меньше. Но мы не можем отдавать любовь больше, чем отдаётся. Мы не можем. Человек говорит, что ты как бы, ну, мне с тобой стало хуже, чем раньше. А она ничего не может сделать. И он ничего не может сделать. Мы не можем отдавать любовь. И не можем любить больше, чем любиться. Мы не можем это заставить себя сделать. Если люди вмешиваются в это, говорят, что ты меня не любишь, ещё хуже становится. Потому что, когда насилие в любви совершается, вот тогда вообще как бы плохо. Вот если я, допустим, приехал к вам, начинаю насилие в любви совершать, то вам хуже станет сразу. Вот я уйду с этой лекции, чего он пристаёт? Хочешь, чтобы его любили. Нет, надо отдавать себя, надо служить, и тогда будет нормально. Я эту фразу сказал, вспомнив песню одной из бременских музыкантов. Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Одно, скорее, любите нас. Ну, такое как бы. Ну, то есть это не помогает. Помогает, когда ты с любовью что-то делаешь. И тогда кто-то включается, кто-то нет. Всё равно процесс такой очень свободный. Понимаете, какой же результат происходит, если человек всё-таки любовь кому-то, кроме Бога, отдаёт? Результат становится такой, что человек начинает зависеть от другого человека. Причём, как бы, многие люди за эту зависимость хотели бы даже жизнь отдать. Но часто именно эта зависимость приводит к тому, что человек разрушает всю свою жизнь. Если, допустим, ну, человек не хочет со мной отношения строить, а я всё-таки думаю о нём, жду его, то тогда моя жизнь становится испорченной, она теряет силу. Но любовь является самой глубокой настройкой человеческой психики. И поэтому, даже если я об этом сказал, как бы, свою мелодию любви, свою, как бы, вот эту песню, мелодию любви, свою внутреннюю, перестрой. Всё уже, как бы, с этим человеком у тебя ничего не будет. Перестрой мелодию любви. Человек не может. Потому что, чтобы перестроить мелодию любви, нужно обратиться сначала вверх. Тоже нужно очень сильно отношения с Богом установить, потому что он является основой мелодии всех любви, всех мелодий. И потом ты, как бы, апгрейд происходит. Ты, как бы, тогда можешь успокоиться по поводу того, что у тебя было в жизни. А иначе ты можешь всю жизнь об этом думать. И у тебя, значит, больше ничего уже не будет. Понимаете, это тоже как-то неинтересно, правда? А человек иногда думает, что он вот думает о ком-то, и значит, этот человек вернётся. Не папа. Потому что мелодия любви у него уже настроилась на другую волну. И всё, как бы он забыл твою настройку. Что тебя заставило предать мелодию любви? Понимаете, проблема заключается в том, что люди не понимают, что любовь, она всегда имеет два направления. То есть, если человек очень сильно кого-то полюбил, так как любовь между людьми корыстную природу имеет, это значит, что она перетягивается. Бескорыстная — это когда ты отдаёшь бесконечно что-то, отдаёшь, и тогда ничего не перетягивается. Я отдал улыбку, вы улыбнулись в ответ, я тоже улыбнулся. Это не перетягивается, это усиливается. Но вот это чувство любви или мелодия любви, она на самом деле вызывает очень глубокие желания, личные желания себе. То есть, потому что для человека это огромной ценностью является любовь вообще, огромной ценностью. Если человек почувствовал вот эту мелодию любви очень сильно от другого человека, то тогда в этом случае он начинает гореть в этой любви, сжигает себя в этой любви, горит в ней. И это истощает любовь другого человека. Вот если я горю, допустим, в любви, некоторые думают, ты должен гореть. Нет, всё не так. Человек горит в любви, когда другой человек, наоборот, выдержан в отношении. Он, Раджета, выдержка разжигает огонь любви, ещё больше. Помните Пушкина, да? Онекин, добрый мой приятель. То есть, она его полюбила, да, он ей говорит, вы знаете, я не для семьи создан. Вам вот у вас такая любовь сильная, вам лучше найти себе кого-то другого. И она последовала его совету. То есть, она нашла кого-то другого. И потом, когда он увидел, какая она сильная Личность, на самом деле, то есть, она по-доброму к нему относилась. И даже когда она увидела, что он теперь её сам полюбил, она очень деликатно отнеслась к его любви. Не отвергала её и не притягивала. То есть, она была верна другому человеку. И вот эта вот деликатность натуры, её сила, она потрясла этого человека. Который, на самом деле, даже ради своей чести убил своего друга. Понимаете? Ну, то есть, нравственный облик этого человека был очень слабым. И он увидел пример сильной Личности, как сильно человек ведёт в этих отношениях с мелодией любви. Но, понимаете, проблема заключается в том, что она вот природа любви вот такая. Особенно с возрастом. Часто люди, они хотят замуж или жениться на человеке, которого ты любишь. Вот, не люблю, всё, не хочу жить. Всё это значит, что ты один останешься. Потому что, когда у человека возраст, то он должен жить с тем человеком, который его любит. Потому что перетягивание мелодии любви с возрастом усиливается. У молодых людей больше веры в любовь, больше доверчивости в любви. Поэтому они как-то взаимность какая-то всё равно есть. Но чем старше, тем больше люди видят недостатки, характеры. И когда человек влюбляется, он теряет себя в какой-то степени. Он проявляет свои недостатки. Он становится слабым. И слабые люди никому не нужны. Поэтому, если ты кого-то любишь, то этот человек не среагирует на тебя должным образом. С возрастом. А если он тебя любит, то ты не среагируешь. Поэтому единственный способ создать семью – это среагировать на его любовь. То есть означает пожертвовать своим чувством, своим желанием. Потому что ты же мечтала сама любить, а он как бы полюбил. То есть женщина должна выбирать семью. То есть она выбирает то, что её полюбили. Потому что мужчина добивается отношений. Женщина не добивается. Вот она друг друга полюбила, и всё, и ничего не будет. Он даже не узнает о том, что она его полюбила. У неё не хватит силы так что-то сделать. Мужчина добивается, он меняет ситуацию. Поэтому женщина должна принять мелодию любви мужчины. Так написано в Священном Писании. И ждать, когда у неё появится своя мелодия любви. Ну, конечно, бывают патовые случаи совершенно. Когда очень трудно принять. Когда мелодия любви очень горячую, жаркую природу имеет. Она жарит, жжёт. И не даёт возможности, ну, как бы, взаимностью как-то отдать взаимностью. Вот представьте, я сейчас лекцию буду читать. Очень пылко. И вы как подумаете, что-то Олег Геннадьевич вообще постарел, что ли. И некоторые из вас уйдут с лекцией. Это означает перебор уже, понимаете. То есть нужна какая-то деликатность в отношении. Но когда человек жарит, вот эта вот энергия любви сильно жарит. Он не может с собой ничего сделать. Он становится беспомощным. Океан, такая сила, как бы, на него влияет. Это волны уже становятся очень сильными. Начинается шторм, понимаете. Вот человеку, с которым этот шторм происходит, ему нравится. Но тот, на кого этот шторм идёт, поднимите руку, кто расстался и не выдержал вот этого шторма любви. Видите, есть такие люди. То есть невозможно выдержать, правда, да? Невозможно же, да? Человек просто с ума сходит, да? Страшная сила любовь. Или вы не боитесь ничего? Видите, как жажду среди брачных равнин измену забыть. И любовь, свою любовь уже забыть человек хочет, но он же не может. У него просто сгорело всё внутри. Но память, мой злой властелин, всё будет. Минувшая вновь и вновь. Раз ты вот её любил, дальше люби. Я уже не хочу, я жажду забыть. Нет, продолжай. И сразу возникает вопрос, кому это надо вообще? Кто меня мучает? Господь. Дело в том, что он создаёт вот эти отношения. Ниточки незримые он создаёт, понимаете? Если у нас ниточки незримой с Богом нету, мы не знаем, что является самым чистым, самым светлым. Мы начинаем чистоту, эту свет самую чистую переносить на того человека, на который мы любим. Мы слепнем от этой любви, понимаете? И начинаем уповать на неё, начинаем в неё верить. То есть влюблённость — это очень хорошо между мужчиной и женщиной. Она держит отношения. Деликатность увеличивает в отношениях. Глубину, взаимопонимание, понимание человека увеличивает. Влюблённость. Но верить надо не в человека, а в Бога. Если человек начинает верить в человека, он теряет человека. Потому что, когда в тебя верят, это выдержать очень сложно. Это поток идёт такой силы. Потому что эта сила, в них же ожидание находится. От тебя ждёт человек. Ты же не Бог, чтобы отдать ему то, что он хочет. А он хочет полной отдачи. Он говорит, ты куда посмотрела? Ты зачем ему улыбнулась? Ты что, не понимаешь, как я тебя люблю? Она говорит, понимаю, но я вообще ничего плохого не хотел. У меня было хорошее настроение. Я просто улыбалась по улице. Говорит, ты не должна просто улыбаться по улице. Должна мне улыбаться. Я же тебя так сильно люблю. То есть человек становится рабом любви. Мы в рабство берём того человека, которого так сильно любим. Он становится нашим заложником. Мы его начинаем контролировать во всём. Поведение становится человека, который любит очень жёстким. Он часто ведёт себя как безумец в этой ситуации. Потому что он так сильно любит. Тогда спрашивается, зачем тогда жить, если я наконец-то достиг сильной любви. И она мне приносит только страдания. Одни страдания. Зачем же? Девушки, мы милые. Так как там, зачем? Красивы вы их любите. Непостоянные. Одни страдания от той любви. Одни страдания от той любви. Одни страдания. А затем, что человек в любви, он постигает смысл, глубокий смысл вообще всего существования и жизни. Это происходит через жуткий стресс. Как поёт Анна Герман, дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила. И больше ничего. Потому что верить надо в Бога, а не в человека. Один раз в год сады цветут. Весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас по отношению к человеку. Но по отношению к Богу они расцветают навсегда. Понимаете, если человек свою искренность, всю и глубину, и чистоту отдает Богу, никогда он в этом не разочаруется. Но это целый глубокий путь, целая жизнь, чтобы это понять. Вы, допустим, уже думаете, что вы отдали себя Богу. Но жизнь покажет. Если вы не служите близкому человеку, не терпите его, не заботитесь о нём, и не думайте вот так, что в нашей семье хотя бы один человек должен быть счастливым. И пусть это будет мой близкий человек. Хотя бы один должен быть счастливым. И пускай это будет он. Вот это и есть любовь. И то, что вспоминаю, умираю, как бы, нет. Я только о тебе мечтаю, нет. Любовь означает, пускай хотя бы один человек будет счастливым. Но если ты не вспоминаешь, умираешь, а наблюдаешь за человеком. Вот как сделать так, чтобы он был счастливым? Чтобы наблюдать за человеком, надо немножко забыть про свои чувства. Потому что свои чувства — это просто эгоизм. Человек свои чувства какие-то испытывает. Даже неинтересно, что чувствует другой человек в это время. Я же тебя люблю. Но ты спросил, я тебя люблю или нет. Ты что-то сделал для этого, чтобы я тебя любил? Ты как бы любишь, ну, понятно, хорошо, тебе от этого классно. А мне как от этого? Как ты себя ведешь, как ты мне организуешь жизнь? Видите, то есть есть понятие влюбленность. Что это такое? Это перетягивание одеяла на себя. То есть я наслаждаюсь любовью, мне хорошо. Мне хорошо с тобой. Видите, я, мне все время. И в снегопад, и в дождик проливной. Я, мне. Есть другое настроение. Что тебе подарит человек мой дорогой? Как судьбу благодарит, что свела меня с тобой. Ну, то есть это уже лучше. Если это не в начале отношения, а в конце. Сначала понятно, как бы что тебе подарить, чтобы замуж за меня вышли. Жальтесь надо мной, и станьте вы моей женой. Увезу вас в дальний край. Мне опять, мне шалаше с вами рай, а как ей там, шалаше, непонятно. Не важно. Не важно, потому что мне рай с вами, шалаше. Видите, влюбленность имеет очень эгоистическую природу. И это касается не только отношений между мужем и женой. Это касается также отношений с детьми. Вот, допустим, дети вырастают, а мать, она в разлуке с ребенком. Сначала ребенок жаждал по матери, он жажду по матери испытывал сначала. Но она куда-нибудь пойдет, он орет. Ну, то есть, она не дает ей покоя своей любовью. Ну, что, любовь к человеку, эгоистическую природу имеет. Она не знает, что делать. Вроде бы ей хорошо, приятно, что ее так сильно любят. Но она вообще не знает, что с этим делать. Она не может даже спать по ночам. У меня мама, как бы, она только руку убирала у меня из-под... А у меня чувствительность очень высокая. Я сплю и знаю, что происходит. Даже маленьким ребенком она руку убирает у меня, и я сразу... И что, и осталось только научиться спать с рукой у меня под головой. Все, больше не было вариантов. Такая, видите, любовь, жесть просто. Матери спать не давала. Потом ребенок вырастает, он стал самодостаточным, а вот привязанность к любви остается и у матери уже такая начинается. Любовь бесконтрольная, тяжелая для психики. И ребенка, и матери самой. Она постоянно думает о нем. Хочет контролировать его, ее жизнь, его жизнь, ребенка своего. Звонит ему постоянно. Это вызывает напряжение психики. «Алло, как у тебя все хорошо, или нет? Почему не звонишь? А мама, мне некогда. Я на самом деле звоню». И так далее. Все так... И... Очень трудно вытерпеть влюбленность. Понимаете, вот маленький ребенок конючит, то есть потом мама у ребенка конючит, когда он подрастает. Точно так же. Очень трудно вытерпеть, потому что влюбленность — это любовь незрелых людей. Понимаете, незрелый человек означает человек, который понимает, где находится источник любви, и он с ним строит очень сильные, глубокие отношения, веры, взаимности, предания. Сильные отношения. И тогда человек становится сильным, самодостаточным. Чувство собственного достоинства крепким становится у человека, который верит в святость Бога. И его не смущает вот эта вот мелодия любви, которая идет от противоположного пола. Он становится устойчивым. Вот если, допустим, мужчина становится женатым, что от женщины не идет мелодия любви вообще? Он становится как чурка, что ли? То есть он бесчувственный или идет мелодия любви от женщин? Она продолжает идти, но он, так как он верит в Бога, он очень верен тем отношениям, которые он имеет. Потому что ценность верности, искренности, чистоты для такого человека гораздо выше и больше имеет значение, чем чувство просто, которое он испытывает от человека. Потому что чувство как раз и означает эгоистический подход к любви. Бескорыстный порог, подход к любви — это верность, чистота, глубина. Но это не дешевые вещи. Это надо испытать в отношениях со старшими, со святыми людьми, с возвышенными людьми. И тогда ты сможешь это внедрять в свою жизнь, потому что природа человеческая слаба в отношениях с любви. Мы поддаемся на эту любовь. Понимаете, мы хотим верить на самом деле не в Бога в своей жизни. Понимаете, мы хотим верить. Вот мы у нас, вот мы рождаемся на этой земле без желания верить в Бога. Нам хочется верить в человека. Понимаете? И вот если вы не верите мне, я сейчас вам включу песню, и вы подумайте, блин, классно, не бы так. Но это вера в человека. Вот всё, что Богу мы должны отдать, мы хотим человеку отдать. С самого начала мы хотим верить в человека. И в чём экзамен человеческой жизни заключается в том, чтобы пройти этот стресс, разлуки, почувствовать, что человек не чувствует, не понимает твою любовь. Что тебя заставило предать мелодию любви. Да он даже не понимал твою мелодию любви, так как ты её понимаешь. Потому что человек не способен просто на это. А мы его обожествляем, понимаете? Мы ему даём такие качества, что он должен быть способен. У человека нет просто сил души. Но есть святые люди, которые способны не предавать мелодию любви. Способны не предавать. Святые люди есть. Но обычный человек не может. У него не хватает сил души на это. Вот твои эмоции, твою глубину прочувствовать и понять. Кто приносит рассвет на Санкт-Петербург? Бог. А вы это понимаете? Вы встаёте рано утром и говорите Ему. Ты приносишь мне рассвет. Богу вы говорите так? Нет. Пенье птиц и звон ручья. Говорите Богу. Кто-то говорит, это означает вера Бога. На рассе твой лёгкий след, а в душе любовь моя. Извините, я ноты не выдерживаю. Вижу я рассвет в твоих глазах. Но если к Богу так обращаться, это правильно. И это так и есть на самом деле. Это истина из истин. У Бога рассвет в глазах, а не у человека. Пенье птиц у Бога и в словах. Это всё от Бога идёт, понимаете? Но мы путаем с человеком, потому что мы Бога не знаем. Мы с Ним не строим отношения. У нас нет глубоких чувств к Нему. Поэтому вся проблема... Если вообще говорить о любви, как любить человека вообще? Вот как любить человека? Есть такое понятие «любовь» правильная к человеку, которая сохраняет семью, делает счастливыми людей. Бесконечно счастливыми. Это любовь в совсем другую природу иметь. Это любовь сильного человека, а не слабого. Не того человека, который поддаётся на свои чувства и просто мечтает, наслаждается отношениями. А человек, который успокаивает свои чувства и отдаёт отношения. Человек должен наполниться от Бога и жертвовать себя. Отдавать значит жертвовать близкому человеку. Есть три стадии любви. Правильных три стадии. Первая стадия. Ты выдержал человека, а вытерпел его. Надо быть сильным, чтобы вытерпеть. Некоторые люди думают, что не повезло. Опять не повезло. Но ведь и везёт же людям. Ну почему мне попался человек такой эгоистичный? Вот всё только себе, себе. Что-то хочет от меня постоянно. Мои хорошие. Я вижу тысячи людей каждый день. Я вам точно могу сказать. Все люди такие. Других нет. Все очень эгоистичные. Каждый хочет себе счастья. Все. Даже есть очень хорошие эгоистичные люди. Но если вы хотите видеть неэгоистичных людей, идите в монастырь. Там вы их увидите. Но они не женятся. В этом противоречие. Понимаете? Если вы хотите жениться, тогда придётся эгоистичным человеком иметь дело. Поэтому первый шаг к отношениям — это терпение. Очень деликатный стиль внутренний. Понять, что любовь, она имеет очень деликатную, тонкую природу. Мужчине нужно очень аккуратно, осторожно относиться к желаниям, эмоциям, настроению женщины. С ней так аккуратно. Что она такая утончённая натура. С ней так аккуратно с женщиной обращаться. И с женой в частности. И это называется уважение к природе, к женской. А с мужчиной тоже надо очень деликатно обращаться. Но не к чувствам его, как бы. А к его делам, знаниям, мыслям, побуждениям. К его взглядам надо деликатно. Если он начинает рассказывать, что это там. В это время надо... Да, ну... Очень деликатно так относиться. И он думает, у меня хорошая жена. Хорошая, она меня понимает. А это просто... Никто никого не понимает. Это просто определённое понимание, как устроен мужчина просто. И как надо с ним себя вести, чтобы наконец его понять потом. И когда... Вот он видит, что ты так с ним себя ведёшь. Согласна такая. Допустим, он говорит, мы в кино не пойдём. Пойдём в театр. А вы сильно хотите в кино? Говорит, да. Я согласна с тем, что ты говоришь. Ну, молодец. Ты меня понимаешь. Ну, хочу в кино. И он такой, ну, баба, тогда пойдём в кино. Я прям... Если ты, как бы, политику партии понимаешь правильно, ну, да, мне не всё равно куда идти. Вообще не всё равно куда идти, по идее. Главное, чтобы его принимали, вот, его, как бы, старшинство, что он, как бы, основа семьи. Что он... Чиф. То есть начальник. Чиф ли я, да, есть? Чиф, ты, чиф. Хотя от кошки спасла воробьих. Вот он, чиф, всё равно сдался. Вот. Ну, то есть, как бы, в этом у нас заключается деликатность. Настоящая любовь требует деликатности, но мы, так как испытываем сами, сильное чувство, поэтому деликатности нет. Для того, чтобы была деликация, надо отвлечься от своего сильного чувства. Нужно успокоиться своим сильным чувством, потому что это сильное чувство, которое ты очень сильно культивируешь, думаешь, блин, я же тебя так люблю. Вот это вот сильное чувство, которое ты испытываешь, оно разрушает семью. Успокойся по поводу него. Если ты хочешь любви настоящей, научись успокоить своё чувство, которое заставляет тебя думать только о себе, только о себе, о своей любви. начать принимать характер, жизнь, природу близкого человека. И это называется любовь. Забыть про своё чувство, успокоиться. Это возможно, если ты любишь Бога. Потому что Бог даёт возможность успокоиться по отношению к человеку, потому что это желание, мечты по отношению к человеку, вот эти глубокие чувства, веры. Оно всё у тебя в отношениях с Богом осуществляется. И ты просто хочешь, чтобы человек был счастлив рядом с тобой. А для этого для начала просто пойми, как он устроен. Всё, что в нём устроено, будет причинять тебе боль. Потому что он является олицетворением твоих прошлых поступков. Наша судьба всегда влазит в самые настройки нашей жизни. Она очень беспардонная. Понимаете, я как бы нашла себе человека, чтобы испытывать счастье от нём. Но у судьбы были свои планы. И у этого человека оказалось только всего внутри. Отчего невозможно испытывать счастье Олега Геннадьевича. Всё, что вы говорите, это хорошо, но у меня особенный случай. То есть я, как бы говорю, вам для всех. Потому что я не ожидал вообще, что так возможно. И вот всё, что вы не ожидали, надо принять. И это называется настоящая любовь. Не вот это вспоминаю, умираю настоящая любовь. А возможность принять человека. Таким, какой он есть. А он тяжёлый. Потому что он олицетворяет твою судьбу. Что значит олицетворять свой судьбу? Это значит, что всё, что ты набедокурил в прошлом, а мы вечно живём, не одну жизнь, вечно живём. Мы просто не помним, что мы раньше жили. Я вам говорю это, потому что я вспоминаю потихоньку. У меня есть метод, который даёт мне возможность разобраться, что там в прошлом у меня было и у людей, тоже я начинаю чувствовать. Когда мне человек говорит, Олег Геннадьевич, вы не представляете, кто мне достался. Я представляю. Я смотрю и вижу, что она вытворяла в прошлой жизни в мужском теле. И очень даже представляю. И говорю, я знаю, я вам расскажу, кто вам достался. Потому что я вижу её саму. И точно ей достался именно такой человек, как она сама, только в прошлой жизни. Всё. Это чётко закономерно всегда бывает. Она говорит, Олег Геннадьевич, ну вы вообще откуда вы знаете? Ну я просто вижу. Если вы мне скажете, Олег Геннадьевич, у вас нос длинный. Я скажу, о, а откуда вы знаете? Ну скажешь, да, нечего и знать. Всё видно. Можно же видеть и больше, понимаете? Не обязательно только нос. Можно видеть глубже человека. Поэтому надо понять одну вещь. Что первая стадия любви — это отказ от своих чувств. От мелодии любви, которую ты очень сильно культивируешь, что им сердце отказаться надо ради близкого человека. Причём интересно, смотрите, вот эту мелодию любви мы вспоминаем по отношению к тому человеку, кто нас бросил. Вот есть человек, который нам всю жизнь отдаёт вообще. И детей с нами воспитывает. Всю жизнь нам отдаёт, понимаете, человек? Мелодии любви никакой нет. А кто-то нас бросил там когда-то. Что тебя заставило предать мелодию любви. И мы вспоминаем всё время там об этом человеке. Да он ничего не сделал для нас. Просто предал мелодию любви. Всё. Больше ничего не сделал. Ну, может, что-то сделать, конечно. Вот. Но есть человек, который сейчас делает прямо. Это не ценится. Очень ценится чувство, которое мы испытываем к тому, чего уже нет. Потому что, понимаете, вот эта разлука внутренняя — это более высокое, сильное чувство вообще, которое человек может испытать в жизни. Но ты возьми просто и заставь себя делать что-то хорошее для того, кто прямо сейчас с тобой живёт. Потому что это и есть настоящая Любовь — отдавать свою жизнь человеку. Это и есть Любовь. Она не ценится. Вот родители, когда нам отдают свою жизнь, нам, мы не ценим её. Мы, может быть, это оценим, когда они уходят из жизни или стареют сильно. И тогда начинаем оценить, вспоминать то, что было. А так, как бы, мама, слушай, опять денег не хватает. Мама уже на пенсии. И она последние копейки тебе отдаёт. Представляете, в чём мы творим? Мы не ценим Любовь никогда. А ценить Любовь — это большая аскеза внутренняя. Если человек с аскезой внутренней благодарен за Любовь, просто благодарен, при этом это позиция разума. Не то, что он прямо сильно внутренне благодарен, это просто знание. Он говорит, спасибо тебе, я за всё тебя благодарю. Спасибо тебе. Это разум, разумный человек. Он знает, куда надо идти. Потом он по-настоящему отблагодарит сердце. Он приходит в время, и человек действительно ценит ценное и не ценит неценное. Вот это вот мечту, вот это вот. Мы понимаем, мы верим в мечту. Это мечта, которая перед нами там где-то на горизонте. И мы постоянно о ней думаем. Вот это вот мелодия Любви. Но если человек по-настоящему понял, что такое Любовь, первая стадия — это принятие человека, вторая стадия — уважение, начинает относиться к человеку, понимая его природу, глубину уважения. Это очень крутая вещь вообще. Так сильно углубляет отношения. И потом искренность в отношениях углубляет. Искренность — это очень сильная штука. Она вызывает такое счастье, но это счастье совсем другой природы. Это не природа жжения, типа там как бы вспоминаю, умираю. Не природа жжения, и настоящее счастье семейной жизни. Имеет природу благодарности очень глубокую. «Спасибо тебе за то, что ты подарил мне в этой жизни благодарности очень глубокую». Но невозможно быть благодарным неразвитому человеку. Поэтому если вы не развиваете свою жизнь, не работаете над собой, не развиваетесь как Личность, люди неразвитые не могут быть благодарными, означает, не могут глубоко любить. И всё, что у них в жизни есть, — это просто влюблённость. Влюблённость закончилась. И дальше жесть уже наступает. Просто жесть. Вот человек, представьте, был влюблён, он готов был всё отдать. Детей заводили вместе, там всё прочее. Влюблённость прошла, к другому человеку появилась влюблённость. Человек просто вышвыливает близкого человека из своей жизни как ненужную вещь. И потом дальше суды перевесуды, начинается раздел имущества. И люди думают, «За что я жил с этим человеком? Зачем я столько верил в отношения? Это всё копил, создавал с ним. Вот даже зачем?» Не понимая одну вещь, что если человек не развит, у него нет совести. Развит означает, что он стремится к Богу, работает над собой, изучает, как правильно жить, учится контролировать себя. Это приводит к совестливости. Если нет совести, означает, вот полюбил кого-то другого, всё, до свидания. Тогда нет гарантии в жизни. Ты хоть там, вот хоть накопите там сколько хотите, там всё будет разрушено. Поэтому не надо говорить, «Олег Геннадьевич, у нас такая любовь была, у нас двое детей, почему он от меня ушёл?» Это не любовь, это влюблённость. А дети не являются гарантией того, что близкие отношения будут глубокие. Такой гарантией может дать только работа над собой, совестливость человека. Понимаете? Сегодня одни дети, завтра другие. Мужчины легко расстаются с женой, с детьми. Заводят новую семью. Женщина легко бросает мужа своего, который привязан в этом случае, будет к детям. Если его бросают, человек, он привязан и остается. А если он сам бросает, он отвязывается. Нужно стремиться к более сильной позиции внутренней по отношению к любви. Это значит, что ты чем-то наполняешься в жизни, высоким, возвышенным. И тебе ты тогда можешь отдавать уже. А если ты жаждешь, тогда это другое. Это называется влюбленность. Жажда – это влюбленность. эгоистическое чувство. Разрушает отношения. Жажда. А желание отдавать и создает отношения. Развивает их. Делает их сильными. Камень на сердце может полюбить? Можно. Но это будет влюбленность. Настоящая любовь, жертва – это трудная вещь. Тоски заставить себя просто принять своего человека. Очень трудно. Любовь вообще, она всегда очень корыстна. Вот девушка же, один парень говорит, Олег Геннадьевич, «Я чисто, безусловно…» Вообще, это слово «безусловно» по отношению к человеку никогда не произносить, потому что это невозможно просто. «Чисто, безусловно полюбил девушку». Олег Геннадьевич. Я говорю, «Вы уверены, что чисто, безусловно?» Он говорит, «Да». Я говорю, «А почему бабушку не полюбили чисто, безусловно, а девушку?» «Полюбили бы бабушку чисто, безусловно. А почему бабушку?» Я говорю, «А потому что девушка-то, она тебе наслаждение дает тебе. И это уже не чисто и безусловно. Если тебя кто-то наслаждает, это значит, это уже не безусловно. А вот бабушка тебя не будет наслаждать. Вот и полюби ее чисто и безусловно». А, я теперь понял отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok